Привет, друзья! С вами Техноарена, и в этом видео речь пойдет о смартфонах Xiaomi Redmi 9A и Xiaomi Redmi 9. Я расскажу вам о технических характеристиках этих устройств и их отличиях, а также в описании под этим видео оставлю ссылки на специализированные сервисы, перейдя на которые вы сможете сравнить стоимость этих смартфонов. Ну а перед тем, как я начну, хочу напомнить вам, что на канале Техноарена вы найдете много интересных топов и сравнений различных смартфонов. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе того, какие смартфоны являются лучшими и где их можно приобрести по выгодным ценам. Также не забывайте ставить лайки, если вам понравится данный ролик, и писать комментарии, в которых вы, кстати, можете предлагать темы для следующих видео. Ну а теперь давайте же узнаем, чем отличаются Xiaomi Redmi 9A и Redmi 9. Несмотря на принадлежность к одной линейке, производитель постарался сделать эти смартфоны не похожими друг на друга внешне, хотя с лицевой стороны они очень похожи друг на друга, как и большинство современных смартфонов. Xiaomi Redmi 9A точно нельзя назвать маленьким, это большой и тяжелый смартфон, которым не особо удобно будет пользоваться одной рукой, зато на его большом экране будет удобно смотреть видеоролики, читать тексты и играть в игры. Каплевидные вырезы и боковые рамки у этого смартфона сведены к минимуму. Нижняя рамка более широкая, но сильно в глаза не бросается и общую картину не портит. Снизу у этого смартфона расположились динамик, микрофон и разъем microUSB. Учитывая невысокую стоимость смартфона, использование такого разъема оправдано. Клавиши регулировки громкости и блокировки экрана у Redmi 9A расположены справа, а на левой стороне расположился тройной слот для карты памяти и двух сим-карт, что конечно же радует, так как не придется жертвовать одной симкой под хранилище данных. Есть в этом смартфоне и разъем для наушников, который разработчики поместили на верхнюю сторону, а вот сканера отпечатка пальца к большому сожалению нет, но Redmi 9A поддерживает функцию разблокировки по лицу. Xiaomi Redmi 9 практически не отличается по размерам и весу от своего собрата по линейке. Это тоже довольно большой и увесистый смартфон с огромным экраном, боковые и верхние рамки у экрана Redmi 9 узкие, а нижняя чуть шире. В общем все как у Redmi 9A, за тем лишь исключением, что экран Redmi 9 прикрыт защитным стеклом Gorilla Glass 3. Что касается расположения элементов на корпусе, то как и у соперника, кнопки у этого смартфона находятся на правой стороне, а тройной слот под карты памяти и сим-карты на левой. Разъем для наушников с верхнего торца перекочевал вниз, где также имеются динамики, микрофон и разъем USB Type-C. С обратной стороны у смартфона куда больше отличий. Xiaomi Redmi 9A производится из матового пластика в трех цветовых решениях – синим, зеленым и черным. В качестве декоративного элемента выступает вертикальная глянцевая полоса под блоком из камеры и вспышки, который расположен в левом верхнем углу. Xiaomi Redmi 9 тоже имеет заднюю крышку из матового пластика, но уже зеленого, серого или сине-фиолетового цвета. Пластик приятный на ощупь, на нем не остаются следы от пальцев и смартфон с таким покрытием не скользит в руках. Вертикальный блок камеры у Redmi 9 находится в центре задней крышки и заключен в отличающейся по текстуре круг. Здесь же под камерным блоком расположился сканер отпечатка пальца. Срабатывает он быстро и без нареканий. Xiaomi Redmi 9A получил большой IPS-экран диагональю 6,53 дюйма при соотношении сторон 20 к 9, но вот разрешение у этого экрана всего 720 на 1600 точек. Хотя в глаза пиксели не бросаются и в целом экран демонстрирует хорошую цветопередачу и широкие углы обзора, но чего ему не хватает, так это яркости, так как в солнечную погоду информация с экрана просматривается плохо. Xiaomi Redmi 9 тоже получил экран диагональю 6,53 дюйма, но в отличие от соперника соотношение сторон дисплея у этого смартфона составляет 19,5 к 9, а разрешение 1080 на 2340 точек. Учитывая, что по цветопередаче, углам обзора и яркости данный экран ни в чем не уступает экрану соперника, в этом раунде явное преимущество у Redmi 9 за более детализированную картинку на экране. В качестве операционной системы в обоих смартфонах используется 10-я версия Android, ну а фирменной оболочкой, конечно, является MIUI. Данная оболочка имеет приятный и удобный в использовании интерфейс. Есть поддержка жестов и работы одной рукой, различные косметические настройки, например, цветовой температуры дисплея и сокрытие капли, клонирование приложений, функция разделения экрана, темная тема и многое другое. За свою многофункциональность и удобный интерфейс MIUI полюбилась многим пользователям. Правда, для этой оболочки характерна реклама и множество ненужных приложений, но, как показывает практика, избавиться от них не составляет труда. Ждать от бюджетного смартфона снимков отличного качества, конечно, не стоит, но для своего ценового сегмента Xiaomi Redmi 9A фотографирует очень даже хорошо. 13-мегапиксельная основная камера совместно с алгоритмами искусственного интеллекта при хорошем освещении позволяет делать вполне себе неплохие фотки, но с ухудшением освещения качество снимков заметно снижается. Что касается фронтальной камеры, то она имеет сенсор на 5 мегапикселей и поддерживает HDR, портретный режим с искусственным интеллектом, а также функцию улучшения ИИ, позволяющие сделать неплохие селфи-снимки, которые будет не стыдно опубликовать в соцсетях. Ну а что касается видеосъемки, то в Xiaomi Redmi 9A доступна запись видеороликов в Full HD. В отличие от своего оппонента, Xiaomi Redmi 9, помимо основного 13-мегапиксельного модуля, оснащен ультраширокоугольной камерой на 8 мегапикселей, 5-мегапиксельной макрокамерой и 2-мегапиксельным сенсором глубины. Снимки на основную камеру получаются по качеству такими же, как на Redmi 9A, а вот остальные модули хоть и не могут похвастаться высоким качеством снимков, но хотя бы расширяют фотовозможности Redmi 9. Сверхширокоугольный модуль позволяет захватить в кадр больше объектов, сенсор глубины пригодится для размытия фона, а макрокамера позволит снять предмет из близкого расстояния. Но стоит учесть, что все это делать надо будет при хорошем освещении, а вот фронтальная камера у Redmi 9, в отличие от соперника, может похвастаться разрешением в 8 мегапикселей. Что касается видеосъемки, то доступна запись роликов в Full HD. Быстрым Xiaomi Redmi 9A не назовешь. В нем используется 2 гигабайта оперативной памяти и процессор MediaTek Helio G25, который выполнен по 12-нанометровому техпроцессу и оснащен 8 ядрами Cortex-A53 с частотой работы до 2 ГГц. В общем, это не игровой смартфон, а чисто позвоните и в мессенджерах посидеть. Хотя с простыми аркадами он справится. Что касается встроенной памяти, то ее в Redmi 9A немного, всего 32 гигабайта. К счастью, в смартфоне есть слот для карты памяти. Что касается Xiaomi Redmi 9, то тут установлен более шустрый процессор MediaTek Helio G80, выполненный по 12-нанометровому техпроцессу и получивший 2 ядра Cortex-A75 и 6 ядер Cortex-A55. Вариантов памяти у этого смартфона 2. Это 3,32 ГБ или 4,64 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно. Рекомендую приобретать второй вариант. Тут и места для файлов будет больше, и работа смартфона будет более плавной. Плюс можно будет даже поиграть в танки Call of Duty или PUBG на средних настройках. В плане связи оба смартфона демонстрируют хороший прием сигнала сотовых операторов и могут похвастаться Bluetooth-модулям версии 5.0. Что касается беспроводного подключения по Wi-Fi, то тут преимущество у Xiaomi Redmi 9, так как он поддерживает работу в диапазоне 5 ГГц. А еще у Redmi 9 есть инфракрасный датчик и NFC-модуль для совершения бесконтактных платежей. Емкость аккумулятора у Xiaomi Redmi 9A составляет 5000 мАч. Если использовать смартфон для звонков и общения в мессенджерах, то такой батареи без проблем хватит на два дня. Быструю зарядку аппарат, к сожалению, не поддерживает, так что придется запастись терпением. Xiaomi Redmi 9 тоже демонстрирует время автономной работы благодаря аккумулятору емкостью на 5020 мАч. Как показывают тесты, аппарат способен работать свыше 15 часов в режиме просмотра видео и вебсерфинга, а в сбалансированном режиме проживет до двух дней. Также стоит отметить, что смартфон поддерживает быструю зарядку, но придется докупить отдельно 18-ваттный адаптер питания, так как в комплекте с ним идет 10-ваттное зарядное устройство. Я расскажу вам о самых распространенных отзывах на эти смартфоны, которыми делятся покупатели в сети. Начну с негатива. Большие размеры и вес. Нет NFC. Медленная работа. Большие размеры и вес. Тусклый экран на солнце плохо видно. Пластиковый корпус. Большой экран. Долгое время работы. Отдельный слот для сим-карт и карты памяти. Удобная оболочка MIUI. Есть NFC-модуль. Долгое время работы. Большой экран. Разъем USB Type-C. Подведем итоги. Бесспорным победителем в этом сравнении оказался Xiaomi Redmi 9, который практически во всем лучше Redmi 9A. Работает он быстрее, камер у него больше, разрешение экрана выше, есть NFC, поддержка быстрой зарядки и Wi-Fi 5 ГГц. Но разумеется, для многих ключевым критерием выбора является цена, поэтому в описании под роликом я оставил ссылки на различные сервисы, где вы сможете сравнить стоимость этих смартфонов. На этом у меня все. Ставьте лайк, если вам понравилось видео, а также не забывайте подписываться на канал и жать на колокольчик, чтобы не пропустить следующий ролик. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч на канале Техноарена!